Спасая жизни, сегодня автопарк станции скорой помощи области ЖТСУ пополнился специализированным автотранспортом Акимобласти. Вручил медикам ключи от 40 новых санитарных автомашин. Тему продолжит наш корреспондент. Новые автомобили скорой и неотложной помощи – современный медицинский автотранспорт. Они оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи пациенту. Здесь имеется аппарат ИВЛ, дистанционный электрокардиограф, дефибриллятор, электрический аспиратор, тип панель для неподвижного удержания позвоночника, место для реанимации, кислородные баллоны, специальная кровать, используемая при транспортировке пациента и мягкие носилки. Этот аппарат при падении сатурации у пациента выдает показатели. Кнопки на мониторе предназначены для разных возрастных категорий. Здесь также показывается объем кислорода. Этот аппарат предназначен для тяжелобольных. Как отметил Акимобласть и ЖТСУБе Биты Сабаев, на врачей скорой помощи ложится огромная ответственность. А потому крайне важно, чтобы они были обеспечены надлежащим санитарным транспортом. В ходе моих рабочих поездок, почти что все восьми районы нашего региона, везде со стороны жителей наших районов прозвучала просьба об острой нехладке. Особенно медицинской скорой помощи машин. Мы, конечно, по мере своей возможности, в том числе финансовой возможности, всегда постараемся оказывать содействие в решении таких вопросов, в том числе по обеспечению всех наших районов, населенных пунктов машинами скорой помощи. В прошлом году автопарк областной скорой помощи был обновлен на 35 автомобилей. В этом году в рамках лизинга из республиканского бюджета были выделены средства на приобретение 40 новых карет и отложки. Мы получили 40 автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных от нашего отечественного производства автомобилей. Также до конца года планируется за счет средств местного бюджета закуп еще порядка 13 автомобилей. Все у нас 40 автомобилей будут распределены согласно разнарядке по области ЖТСУ. Также вот эти средства местного бюджета, которые 13 были закуплены, также будут получены во всей центральной районной больнице области. Таким образом, обеспеченность областной станции скорой помощи санитарным автотранспортом достигла 100%. Теперь все имеющиеся 75 современных авто полностью укомплектованы, отмечают специалисты. Данные машины помогли нам спасти не одну уже жизнь. И на сегодняшний день в связи с этим доукомплектованием мы убираем с линии абсолютно все старые машины. Мы оснащаемся только новым автопарком. Данные машины нам позволят не только оснастить на 100% скорую помощь, но и создать резервы. То есть мы же все понимаем, что эта техника, она может сломаться, уехать на ТО и так далее, попасть в ДТП в конце концов. У нас будут резервы, которые позволят нам сразу же возмещать эту машину на линии, пока какая-то находится на ремонте. То есть чтобы наши жители, наши граждане всегда получали экстренную, неотложную медицинскую помощь. Как отметил глава региона, сегодня большое внимание уделяется повышению доступности и качества медицинских услуг. Благодаря государственной поддержке в этом году в селах шести районов области будут установлены 12 блочно-модульных медицинских комплексов. За два года такие объекты будут построены еще в 40 селах. Из республиканского бюджета будут выделены средства на капитальный ремонт медучреждений в Аксусском и Кербулакском районах, областной детской больнице, а также укрепление материально-технической базы онкологического диспансера в Талдыкургане. Будет капитально отремонтирована и укомплектована современным оборудованием многопрофильная больница в Фанфиловском районе. В настоящее время правительством вместе с Акиматом, я бы сказал, очень интенсивно проработается вопрос размещения в строящем здании, изначально предназначенном для областного суда регионального кардиохирургического центра. Это не только взрослый, но и детский кардиохирургический центр. Будущий наш объект будет оказывать услуги не только жителям нашей области, но и соседних регионов, способствуя снижению материнской и младенецкой смертности, позволяя проводить сложнейшие операции на открытом сердце и даже на аворте. И работа в этом направлении будет продолжена. Ведь, как отметил Виби Тесаабаев, сохранение здоровья жителей области – это главнейший приоритет. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Виби Тесаабаев, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ.